ПЕСНЯ Светлое Христово Воскресение – это центральное событие нашей мировой человеческой цивилизации. Еще есть Рождество Христово, пришествие в мир Мессии Христа Спасителя, потому что неведомый и непостижимый Бог, который объемлет и содержит всю Вселенную, Он может общаться с нами, людьми, со Своим творением только на нашем человеческом языке. И Он сверхъестественным образом приходит в мир, рождается от Пресвятой Девы Марии. Но глубокое мистическое таинство – это все-таки Его Воскресение. Что означает пасхальный кулич? Вот Господь произнес как-то такие слова «Я есть хлеб жизни, шедший с небес». Он так образно говорит «Я хлеб жизни, шедший с небес». Кто будет кушать этот хлеб, тот не умрет вовеки. То есть понятно, что смерть физическая, от нее никто не убежит. А смерть в более таком глубоком толковании означает жизнь без Бога. Жизнь совершенно автономная. Пасхальный кулич, он символизирует собой самого Христа. Когда Христос вознесся на небо, его земное странствие закончилось, он об этом говорил. Но ученики в память о Спасителе на трапезе всегда оставляли свободное место, где восседал Христос. И на его место они обязательно ложили хлеб, который получил наименование «Артас». Что означает буквально в переводе «квасный хлеб», символ Христа Спасителя. Поэтому вот этот «Артас» мы в течение Светлой Седмицы на саму Пасху, в конце ночного богослужения пасхального, мы его освящаем. И всю Седмицу верующие люди, мы знаем, звонят в колкала, приходят на богослужение. Вот на богослужение совершается крестный ход ежедневно, всю неделю. И на крестный ход берется всегда «Артас», и его несет послушный впереди. Он символизирует самого Христа Спасителя. Но этот «Артас» мы в субботу Светлой Седмицы потом дробим, раздаем верующим. Это большая святыня. А вот для домашнего использования люди пекут кулич. Раньше люди пекли сами, сейчас кто-то печет, кто-то покупает в супермаркете, в магазине. Но это не просто уже классный хлеб, а добавляется там изюм, сахар. Много чего можно добавить, чтобы он был вкусным. Но, собственно, это символизирует собою радость жизни с Богом, сладость райской жизни. То есть такой символ. Символ Христа Спасителя и символ Рая. Вот этот пасхальный кулич. Пасхальное яйцо – это из предания Мария Магдалина, равноапостольная. Это евангельский персонаж, как мы знаем, раскаявшаяся женщина, Господь ее принял. И она стала равноапостольной, стала проповедницей. Как и апостола, она проповедовала Христа, обновление человеческой жизни. И она явилась с проповедью самому императору. Император ей заинтересовался, позволил ей к себе приблизиться. И она поднесла ему яйцо и поздравила с Пасхой императора-язычника, который ничего в этом не понимал. Говорит, Христос воскресил. И император ответил, я не верю в воскресение тела, не верю в воскресение Иисуса Христа. И скорее вот это яйцо, которое ты мне даешь, оно покраснеет, нежели я поверю в то, что Христос воскрес. На его глазах это яйцо покраснело. И вот такой обычай с того времени. Красить яйца, но первоначально красили именно в красный цвет. Ну а потом стали красить там то, во что гораст. Вот на само яйцо символизирует собой жизнь. Ну можно сказать, вот гроб Господень, да, тело было положено во гроб, запечатано, завалено камнем. И потом силой Божией происходит воскресение, камень отлетает. И собственно яйцо тоже, в нем сконцентрирована жизнь. Там тенец живет, потом вылупляется эта корочка. Вот спадает, трескается. И яйцо это символ жизни, символ воскресения. Символ гроба Господня, который был разрушен, из него восстал Христос. Поэтому все очень символично. Пасха символизирует горний Иерусалим. То есть тоже рай, но как вот всевидящее око Божие обычно изображается на такой пирамидке. Вот это символ небесного Иерусалима, но в котором уже не будет ни домов, ни городов. Это символ рая, где сам Бог будет пребывать во всем, абсолютно во всем. Всех и верующих, и неверующих, и православных, и инославных христиан. Всех поздравляю со светлым Христовым воскресеньем. И желаю прежде всего духовного здоровья. Ну и естественно физического, поскольку пока душа в теле, все-таки мы желаем, чтобы наше тело пребывало в здравии. Мы никому не желаем болезней, а желаем прежде всего здоровья. Но прежде всего духовного. И если кто-то не воскрес в духовной жизни, то, конечно, желаю воскреснуть в духовной жизни. И могу сказать о том, что эта жизнь, она очень насыщена, очень интересна. Человек начинает видеть гораздо больше, чем он видел. Христос воскресенье смертный, смертене смертно прав, В сущем вограде живого дорога. Христос воскресенье смертный, смертене смертно прав, В сущем вограде живого дорога. Субтитры создавал DimaTorzok